Всем привет! Меня зовут Миша Киокунтак и мы продолжаем проходить игру Life is Strange Before the Storm, второй эпизод. Что у нас по заданиям? Достать аккумулятор и вставить его в пикап. Но надо новый аккумулятор. Волшебный аккумулятор будет вот тут, как только я его волшебным образом отыщу. О да. А бита нам нужна? Думаю, я задолбалась на ближайшее время. Машина папы. Нет, туда я не полезу. Давай искать. Коробка для обуви. Может, что-то тут есть. Так, у нас есть фигурка. Класс. Но нам нужен аккумулятор. Голова манекена. Видать, прошлой ночью Рэйчел здорово меня выбесила. Поразительно. Как едва знакомый человек мог так меня разозлить. Ну, видимо, она не совсем ей незнакомый человек. Наверное, я больше никогда на таком не прокачусь. Это так охренительно. О да. В детстве мы с Макс постоянно туда ходили. Думаю, его закрыли. Хотя, кто знает. Так, выйти мы не можем, да? Пока я не хочу уходить. Я не знаю, может быть, в фургончике там есть. Если он открытый. Надо поискать. Туда уже не пройти. Я так понимаю. И здесь ничего нет. Но есть радио. Не, включать радио мы не будем. Под капотом одной из этих машин должен быть аккумулятор, так? Порно-журнал. Я думаю, так. Но давай посмотрим остальное. Эти журналы такие мерзкие. Кто станет на это смотреть? Утехи с конфеткой. Так, я все еще смотрю, но это только от того, что меня пара... парализировать его странности. Кочерга. Знаю я одно пламя, которое кочергой ворошить не нужно. О да. Так. Но это не капот. Побежали искать, значит. Под капотом одной из машин. Здесь-то немного машин, на самом деле, под которыми можно взглянуть. Нет, не могу. А, это снова машина папы была. Ладно, давай бежим, это дело. Последнее полотенце? Далеко же ты от пляжа. О да. Так, что у нас есть? Шприц. А вот и сторона Аркадии Бэй, которую не показывают на открытках. Класс, вот здесь, сто процентов здесь. Что это ты там пытаешься спрятать? Капот. Защёлка, ну давай откроем, да. Вот так-то лучше. Теперь у нас есть и аккумулятор. Ну вот, лучшее из худшего. Тем не менее. Вот, сейчас установим аккумулятор и будет счастье. А где она его несёт? Ну чисто визуально в смысле. В руках-то нету? Ладно. Уже появился. Как-то странно это всё. И ты думаешь, он заведётся? Ну хотя можно попробовать. Давай, Хлоя, ты сможешь. И ключики найдутся сейчас так быстро. Или будем искать снова их. Хотя, Хлоя это не остановит. Отвёртку туда засунула и всё нормально. Или не всё нормально. Блин, этой штуковине нужно больше любви, чем я могу сейчас предложить. Ну а пока, может, мне её слигонца приукрасить? Ржавое днище, прорванное сиденье. Думаю, неплохо бы его чем-нибудь прикрыть. Ну да, наверное, да. Спасательный люк – дело хорошее, но эту здоровую дыру всё же стоит прикрыть. Да здесь днище всё ржавое вообще. А вот и куда фигурка должна была ставиться. Вот и славно. Поставили фигурку. Сдаётся мне, я найду кое-что ещё, что можно поправить внутри пикапа. А, ну крыша ещё. Может, где-нибудь тут найдётся другая лампочка? Где я тебе тут лампочку найду? Алё. Ты что, издеваешься? Давай выйдем. Лампочку искать будем, да? Ладно, посмотрим, что ещё может предложить эта куча мусора. Найти вещи для починки. Будем искать. Окей. Прям серия свалки. Так, вот какую-то штуку нашёл. Да, как раз пригодится. Ты должен чудеснейшим образом прикрыть ту угрожающую жизни дыру в полу. Есть. Первая находка у нас уже готова. Подложка под столовые приборы. Когда-то я любила открывать с мамой закусочную перед школой. Видимо, теперь эти деньки официально прошли. Ох, это ностальгия, да, понимаю. А может полотенце давай возьмём? Оно могло бы накрыть то рваное сидение и шикарно при этом выглядеть. Есть. Есть. И лампочку бы найти, лампочку. Освещай путь, робо-лампочка. А вот и лампочка нашлась зато. Есть. Ну всё, побежали к пикапу. Давай. Welcome, так сказать. Давай сначала начнём с сидения. Накроем его полотенчиком. Посмотрим, насколько это будет красиво. Ого, нифига себе, какое большое полотенце. Днище. Быстро она всё это чинит. И лампочку осталось поставить. Починить. Ну, хоть и синяя, зато светит. Эта махина выглядит как ржавая тележка из супермаркета. Ездит, наверное, так же. Если вообще ездит, что спорно. И всё же, было бы так классно. Кто же ей названивает? Да. Прайс, это Фрэнк. О, привет, Фрэнк. Чё как? Да просто хотел узнать, как дела. Правда? Нет, слушай, нам нужно обсудить одно дело. Где можем встретиться? Какое? О, типа про наркотики? Прайс. Я тут гуляю по свалке, на севере от города. Свалка? Отлично, оставайся там, я скоро буду. Лады и Фрэнк. Никаких проблем по мою душу, ничего такого? Не знаю, ты сделала что-то стоящее проблем по твою душу? Ты в целом или про между нами? Скоро буду. Фрэнк не очень-то разговорчивый. Будем ждать Фрэнка, окей? Пора на заслуженный перекур. Верхнее освещение. Хорошо выглядишь, роболампочка. Граффити. Давай. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Мистика, либо угроза. Давай мистику. Ока все видит. Так, отлично. Что еще? Гудок. Она так смотрит на него. Ну все, дали девочке подудеть в гудок. Закурисишки. Может, полегчает немного. О, да. Когда же этот Фрэнк уже придет? Уже как бы время к вечеру идет? Не, ну реально, что это за дела? Ну все, сейчас вырубится. И снова что-то снится, Хвоя, да? Черт, я что, весь день проспала? Ни хрена. Какого хрена? Я тоже так подумал. О, снова машина горит. Как при аварии. И это птица пугающая. А там еще силуэт ее отца, походу. И пожар, везде пожар на фоне. Папа? Я бы испугался так подойти, реально. Палка, огонь, отец. Пап, что мы тут делаем? Что-то он не очень хочет с нами беседовать. Интересно, горела ли она так же в тот день? В тот день, когда это случилось? Думаю, что да. Составим ему компанию, типа? Может, он нам что-то хоть скажет после этого? Вывести его на диалог, так сказать. Поджарить. Птица так смотрит, угрожающе на нас. И на фоне пожар. Огромный пожар. Прекрасно, не правда ли? Взгляд не отвести. Ага. Не делай вид, будто они тебя не завораживают. Видишь? Тебя настолько к нему тянет, что ты даже не осознаешь опасность. Опасность? Огонь слепит нас прямо как темнота. Вот только темнота слепит отсутствием, потерей. А чем слепит огонь? Красотой. Оу. Но иногда впереди нас ожидает гораздо большая красота. Невероятно. Огонь ревнив, Хлоя. Он хочет забрать всю красоту себе. Вот почему тебе нужно опасаться. Опасаться чего? Что обожжешься. Вот это жесть. Что это за звуки вообще? А, это нам стучат. Проснулись мы. Тебе никто не рассказывал, что нельзя засыпать зажженной сигаретой. Пожар можешь устроить. Точно, точно. Ну что, пригласишь войти или как? Я люблю катать незнакомых бродяг. Залезай. Спасибо. Она прям с сумкой сразу. Садись, красавица. Мы уже, так сказать, прогочали тачку к ее приходу. Блин, а ты не сидела без дела. Это ерунда. Просто попавшийся на глаза мусор. Радужное полотенце? Холодная синяя лампа? Охренеть, всевидящее око. Ну, я подумала, какое бы было говно нас не ждало впереди, союзники... Всегда думаешь наперед. Хлои, это потрясающе. Я поверить не могу, что ты уже нашла нам машину для побега. Есть такая надежда, но ездит она пока как-то никак. Ты разберешься, а пока ты в процессе, еще нам надо деньжат, чтобы покупать всякое. Ага, машина и деньги. Еще что закажешь? К счастью, нет причин торопиться. Правда. Как и нет в Блэквелла. Вот же, блин. Собрание с ректором. Мне так жаль. Не могу поверить, что он правда тебя отчислил. Почему бы нет? Зачем оттягивать неизбежное? Блэквелл уже хуже. То, что ты меня прикрыла, было просто потрясающе. Не знаю, как тебя поблагодарить. Да пофиг, ты тоже пыталась меня прикрыть. Пыталась и облажалась. Думаю, теперь мы знаем, кто из нас лучше врет. Или он просто хотел верить именно в мою ложь. По крайней мере, Уэллс понятия не имеет, что с нами вчера на самом деле произошло. Обзац тот еще. Если я ничего не путаю, то это... Ты вчера ночью устроила гори-гори ясно. О чем ты думала? Я рассослилась. Я не ожидала, что весь парк просто возьмет и пуф. Да и ладно тебе. Разве сообщник не звучит в разы круче, чем укрывшийся преступник? Это официальное мнение окружного прокурора Аркадии Бэй? Да лучше сообщник. Я лучше отправлюсь в тюрьму, чем в один дом с этим охмуревшим маму Херувимом. Он объявил, что переезжает к нам. О, Хлоя, это ужасно. Мне так жаль. Знаешь, что не помешало бы нам обеим? Терапия. Терапия. Ты начинаешь. Располагайся и поведай мне о своих тревогах. Типа как на приеме у психолога, да? Ну, док. В общем, моя новая подруга, которую все считают идеальной, совершила вчера. Ебать меня лопатой, какую хреновину. Что мне делать? Это твоя идеальная подруга, которая обладает, я предполагаю, еще исключительной красотой, явно могла вдохновиться кем-то только что появившимся в ее жизни. Кем-то, кто смеет добавить с накшибательными внешними данными. Быть может, этой твоей подруге, которая, повторюсь, наверняка восхитительная, лишь нужен тот, кто бы ее научил, как воровать вино у каких-то яппи, как класть хер на все, потому что она заебалась этого не делать. Это звучит разумно. Есть один самотык с усами, который встречается с моей мамой и теперь думает, что будет жить с нами. Как мне остановить его? Хм, сложный вопрос. Не уверена, что ты можешь тут что-то поделать. Тогда нахрена я с тобой разговариваю? Ты не должна опускать руки только потому, что не можешь его остановить. Да начнется сопротивление. Ладно. Тебе нужно новое прозвище, чтобы отметить врага. Есть чего на уме? Пиздочем, потому что он тупорылый, пизданутый пиздюк. Поэтично. Могу еще предложить вариант с скотчем. Почему с скотчем? Потому что он каждую ночь залетает на твою маму. Фууу. И скоро они вскочат на свадебный алтарь. Что ты, блин, за психолог такой? Прости, это называется шоковой терапией. Крайне противоречивый метод. Меня вытурили из школы, и я не совсем понимаю, что с этим делать. Ты имеешь в виду, как справиться с ощущением гнева и разочарования? Нет, я имею в виду, как выразить ощущение мощного восторга. Ага. Тебе не кажется, что ты слишком уж хорошо принимаешь эту новость? Ты мне скажи. Как по мне, я исключительно уравновешенный человек. Ставлю свою лицензию психолога, чтобы тебе никто ни разу так не назвал. Тулши, док. Терапевтический эффект и впрямь наблюдается. Спасибо. Всегда приятно покопаться в разуме Хлои Прайс. А теперь твоя очередь. Открой мне, каково быть дочерью самого известного ушлёпка Аркадии Бэй. Парашно. Слишком прямо линейно? Прости. У меня бывает. Да нет, я просто... Ох, я не знаю. Мы можем поговорить о чём-нибудь ещё? Конечно. Эй, а ведь есть шансы, что весь город скоро выгорит до дымящейся кучи пепла? Так что, ну, знаешь, дела у нас идут в гору. Изведав страстный пыл желания, а с теми, кто забыл огня. Как думаешь, есть черта, за которой ты столько притворяешься, что уже не имеешь личности? Просто ведёшь себя так, как хотят окружающие. Я считаю тебя личностью. Я говорил не о себе. Моего отца на самом деле не существует. Ты видела его в офисе Уэллса. Вся эта сцена была... фарсом. А теперь я начинаю думать, что вся моя жизнь сплошное гонила. Но он всё ещё мой отец. Что мне сделать, чтобы не стать в итоге такой же? Тебе просто нужен тот, кому ты нравишься такой, какая ты есть. И кто не побоится сказать. Херня это всё. Когда надо. Дай знать, если найдёшь соискателей на вакансию. Чёрт, пора на постановку. Как будто в моей жизни без этого мало драмы. Удачи. Ты в курсе, что перед выступлением нельзя желать актёру удачи? Это к неудаче. Как пожелание удачи может быть к неудаче? Ты должна говорить ни пуха, ни пера. Тупо же. Эй, я тут подумала, после выступления мы могли бы чем-нибудь заняться. Только ты и я. Какими-то преступными делами? Преступно весёлыми. Я за. Ну вот так вот и договорились. Погоди, ты сумку забыла. Это тебе. Всего лишь наборчик выживальщика для твоей новой жизни в бегах. Осторожней за рулём, Хлоя. Спасибо большое, Рэйчел, за такой подарок. Интересно, что там в сумке. Я думаю, по-любому мы бы не нашли на свалке всё это. Что там нам упаковала Рэйчел. А вот и этот домик. Привет, мусорный домик. Давай, распаковывай, уже интересно очень. Ну же, ты что, домика не видела? Самое время взглянуть, что там в таинственной сумке Рэйчел Эмбер. Майки. Стеф говорит, что ты задротка. Классное сообщение, конечно. Ладно, открываем. Забитая одеждой сумка. Может, там еда ещё есть? Так-то нужная штука. Примерить. Что может вдохновить девушку на изучение новенького гардероба, как незаброшенная посреди свалки хижина? Сейчас сделаем примерочку, окей? Ну, я даже не знаю. Есть ещё варианты? Такой что-то совсем потрёпанный вид. Не, давай другой. Хотя это самый разнообразный вид по сравнению с другими, наверное. Не, ну это как-то банально. Ладно, давай в бонусном наряде будем, окей. Давай выйти. Ладно, идём. Идём к Фрэнку. Приехал Фрэнк сюда, да? Эту женщину мы видели с отцом Рэйчел. Наркоманка, походу, какая-то. Странно. Здорово, Фрэнк, это Хоя. Чувак, я не знаю секретный пароль. Этот пароль наркота? Прайс, тащи сюда свою задницу. Чувак, у тебя тут с саниной воняет? Заткнись. Тяжёлая ночка выдалась, что ли? У меня каждая ночка тяжёлая. Там где-то сзади валяется записная книжка. Притащи мне её, лады. Что-то было... Боже, полегче, чел. Принеси мне мою книжку, Прайс, а потом поговорим. Ещё и СМС от Джастина. Теперь я приношу Фрэнку его вещи, как низкая пала. Ректор Уэллс ещё нам написал что-то. Соблюдайте бдительность, приходя на территорию и уходя с неё. Преподавателям и сотрудникам рекомендовано пренебречь требованиям к пунктуальности учащихся во время занятий спортом и факультатива в течение всех этих выходных. Зачем нам это было? Джастин пишет, мама заставляет меня ходить в её литературный кружок. Ох, блин. Да, это действительно отстой, если ты не хочешь этим заниматься. Ладно, друзья, давайте здесь сделаем паузу и продолжим уже в следующей части. Узнаем, куда мы едем и что дальше будет происходить. Спасибо вам за ваш просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокол, чтобы не пропускать новые интересные видео. А с вами был Миша Келкунтак, увидимся в следующей части. Пока-пока.